приветствую любителей рогаликов и космических стратегий в эфире инженерный подход канал фигакс ну что готовы к продолжению веселых приключений разумных жуков далекой-далекой галактики я вот лично нет но куда деваться надо уже заканчивать третью главу приступать к четвертой если все пойдет как задумано то мы даже сегодня выполним а если не пойдет то не выполним все просто мы сейчас находимся так где мы находимся и чем вообще делаем во первых щиты дай сюда во вторых у нас значится полный экипаж у нас корабель почти так ремонт до 100 процентов я буду проводить перед сюжетной локацией боеприпасов у нас ну более-менее хватает жалко шок вы его нет лонгбовыми мы можем раскидываться достаточно часто 7 рагнарогов 6 европ целом неплохо бластерную турель мы там подобрали по дороге еды хватает нам на все серьезно 6 заход тратится еды нам всего лишь на всего хватает на восемь прыжков не даже кое-как но на 7 на 8 с учетом того что мы что-то вы ковыряем в бою 78 прыжков короче а потом кого-то надо будет либо заморозить либо выкинуть забор так как у нас криокамеры пусты мы скорее всего туда кого-нибудь закинем у нас стоит две кары заряженных и у нас есть оружейный оператор канонир короче которые на 50 процентов увеличивает скорость перезарядки на 50 это не в два раза но полтора тоже ощутимо да тут все готовы давайте вот это вот еще раз на всякий случай прожму и летим а у нас тут сразу короче до людские разборки ну раз сразу то давайте починимся блин минус 15 160 но так что можно сделать на трюм не хватит на орудие естественно тоже не хватит ладно там можно еще сильнее увеличить 140 нужно у меня уже даже энергии не хватает попробуем вот так вот сделать не раз показывал игра что щиты лучше чем движки уклонение с движков легко очень отрубить потратили ход потратили 6 единиц еды сейчас потратим еще шесть но зато мы будем будем надеяться что короче не все нормально завершится сейчас по сюжету вы прорываетесь сквозь полчища врагов но оказывается что эта система оборудована глушилками гипер двигателей о черт и вы точно знаете почему прямо перед вами сколеснулись в битве два внушительных флота виноторов и пиратов двое флагманов глушит гипер двигатели при на себе вы без надел все безнадежно обе стороны не могут пробить друг друга но благодаря вам баланс сил изменился что предпримите вождь охотник а можно оба флагмана уничтожить либо одного из них но более но оба и пиратов и виноторов какой тяжелый выбор на что будет если я оба уничтожил я мне что придется воевать с обоими одновременно но они то друг друга коцать перестал короче я буду против виноторов воевать потому что они самые мутные ребята пираты простые как пять копеек вы всегда пытались убить меня я отвечал достойно в этот раз я отплачу за все сейчас ты либо умрешь либо станешь героем так что готовься пёс корпорации с поехали это точно флагман виноторов так энергию движки телепорт прыгаем с блин сколько у них орудий знаешь чё мне надо чтобы ты сюда сходил и вырубил на силу и так тут все нормально глюки кругом сплошные глюки и вырубим орудие пожалуйста у меня страшно я не хочу чтобы они стреляли хотя блин я об этом пожалею в следующем бою конечно же они включили перегруз счетов это не страшно так зенк в мед отсек чувак с флешкой сюда и двое сюда кэп сразу бросай бомбу зенк бомбу пока не бросай тюпыри бросили флешку а вот теперь резинка бросай фугасик вам ну все как бы да изи вы побеждаете летите дальше уверен одержав победу вы летите через громадное поле боя именно вы вождь охотник который сможет спасти свой народ но нужно поторопиться ведь из вашей родной системы исходят странные сигналы 5 единиц еды чё так мало смысле и все это весь сложный хитрый сюжетный поворот у вас такой да поле почему у вас такие глюки ребят встань сюда ты встань сюда записали щиты пожалуйста зарядите мне о норм и что это у нас теперь получается magnum opus party по икону ски разборки людей меня всегда забавляли нет ничего лучше чем убить парочку твари по пути на меня ждет более крупная добыча нет ну нет ну за что хотя там всего один гейткипер по дороге раз два три четыре пять прыжков и на шестой я буду голодать начну моё моя вот же ж у них есть 62 корпус короче сейчас в движке им кинул вот этот лонг бол и еще раз лонг болт кинул движки и все смотри как быстро заряжается да ё-моё это было быстрее чем туда-сюда скакать плюс 5 еды вынюхали моментально весь кислород бедняги все нормально живите так идем дальше блин вот же ж дела-то а нас преследует пираты 408 корпус вот этих надо ломать уже прям по-нормальному сделаем так запрыгнем сразу к им к ним к орудиям и устроим там небольшой бадабум чтобы они в стелс не прыгали слишком часто я их немножко вот так отвлеку щас прибыли зенк отправляйся в мед отсек к бросает бомбу и дядька бросается шумовую как-то дядьку х может это и не дядька мы не знаем а земк кровопийца его там не убьют вот интересно но у наших хп не уменьшаются все они сбежали орудия у них нет стелс тоже будет поломайте а зенк там сейчас в одно лицо просто всех раскидает и движки чтобы они свалить не могли зенк кинь гранат граната фугасик вам а ты помоги зенку да все они не сбегут у них движки сломаны подождя почему х плюется у него возможности нет да у нее просто нет возможности ладно все готов чин к еды мы с них не вытащили к сожалению сейчас самая проблема это еда это примут самое самое главное животрепещущая проблема где чё бы пожраться но зенка красавец конечно да благодаря своему навыку кровопийца он может тупо один разносить целый мед отсек под постоянным отхилом противника но он бы там еще бы долго конечно возился да но тем не менее тем не менее прилетов . дримфующих корабель а5 не опять основа 186 хп прыг скок в оружейку чё я могу сказать и у этих тоже стелс имеется я поберегу ракеты в этот раз пацаны прибыли бросайте бомбу зенка по доброй традиции сразу вот сюда в лазарет блин капитана тоже надо в лазарет наверное пусть он там сломает все на свете а ты кидай флешку не просто кидать главное чтобы они не начали зарезать зарезать движок чтобы не начали если улетят будет прям очень грустно а а все-таки это сработало стелсе махач продолжался несмотря ни на что отлично делимся и выступаем дальше еды чуть-чуть прибавилось самую малость слушай может мне вот этого канониры пока убрать это заморозить его чтоб еду не жрал шерни прости но я тебя могу в любой момент вытащить да и также блин целу может выкинуть но она единичку жрет одного из бойцов жалко чего у нас там баланс по еде 13 мы короче в два раза снизили расходы по еде и наш замороженный друг мы просто можем вернуть его и все будет как прежнее бою конечно не получится этого сделать но мы его черт астероиды мы вот перед гейткипером вернем прерывающийся сигнал качество связи не позволяет разобрать детали вы понимаете что кому-то ну давайте проверим правда на фига 23 черт с ним летели вернемся куда и чё мы легион ты станешь одним из нас бла 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 ты уничтожить их издалека бац вы наносите точные удары по кораблям тортиконов уничтожаете их издалека быстро собрав немного лома у тортиконов нет еды они не жрут и не дышат только зря я блин жрату потратил вот может уничтожителями чем полезно поделиться со мной слышу уничтожитель есть у тебя чё не офигел там так долбать а зенк бросай фугас двое включая наверно сюда хватит стрелять упырь мать твою зашли флешку бросили и ломайте их ну ладно еще вот это вот так дэртикон сходи почини пока дырочки да мать же твою еще один летит какие-то ненавижу этого я сейчас ракетами уничтожен как говорится некогда объяснять а 100 то 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 туру 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 они доломались еще еды получили еще пробоина так 162 на спонсорах дыра ради почини ребята пока лечатся не с этими астероидами шутки плохи надо короче сразу сюда рагнарог кинуть и сюда а у меня еще кластерная европа есть же все а я понял короче рагнарог медленно летит я все забываю об этом закончили еще немножко еды и валим на пик болин впереди босс все по рабочим местам починиться здесь вряд ли успею так нет я здесь жил и скорее всего скорее всего мне сейчас надо будет нашего канонера вернуть к жизни вот он на месте уже стоит на всякий случай запомним это все дело так уж и быть потратим 6 еды но гейткипера надо разносить во все оружие это факт мастерские заделать иртиконовская какая-то шняга опять стоп-стоп-стоп-стоп единичка сюда двоечка сюда а рагнароки пофиг рагнароком а нас уже всячески сжигают мать его хорошо сами напросились упыри еще этот вечный эми урон задолбал если честно энергию эй музон вернись не тупи да отвалите вы нахрен так орудие сломать все орудие моим сломали зенк двигай к дроном иди сюда так бедняга скоро помрет ну ка ну валя отсюда быстро давай 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 убегай шерни энергия сюда закину и сюда тоже надо закинуть как-то так пока что как я ненавижу все это говно киньте сюда пожалуйста парочку ракет гребаные мать их дроны а ненавижу все сюда зашли кинули дырок у нас конечно в корабле понаделали уйму а где пожар вот пожар вижу это мы пофиксим пробоины мы потом заделаем что я могу еще сделать почему столько эми настакали блин на мой щит какого хрена что за бред вообще блин давайте родники сломайте им нахрен все там просто минусаните им дронов чтобы они сдохли все дроны у них сдохли теперь нам надо успеть забрать пацанов домой короче все пацаны собираемся в оружейке блин там все горит откроем а я открыть не могу мне короче управление дверями тоже поклинило нафиг вручную придется пойти починить к сожалению зенк мать твою возвращайся быстрее я не успею меня только один шанс вернуть назад бойца мне нужно делать это сейчас давай 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 ну нет не успели нет то ну нет же ну мать твою гребаные блин тыр тиконы я их ненавижу я их всех ненавижу ой блин поиграли твою мать и рак я теперь тоже ненавижу с этой долбаной тренировкой третий главой компании вот такие вот дела нет чувства у меня на сегодня сил не хватит уже еще раз все это перепроходить поэтому видос получится коротенький ни о чем мне самому не нравится ну что поделать я потом как-нибудь постепенно все это снова пройду дойду до этой головы чертовой покажу вам ее вот этот вот пятый пятую часть третьей главы компании и будем мы уже нормально играть за тертиконов этим хотя бы жрать и дышать не нужно но я не уверен что от этого станет легче да тяжелая игра все таки трудненькая ничего не скажешь но мой косяк конечно да очевидно надо было раньше вытаскивать пацанов когда у них хпшки были еще в желтом что-то я не подрасчитал время возврата телепорта можно было даже его раньше запустить тогда я мог бы успеть спасти всех четырех и они бы запрыгнули прям куда надо ой мое грусть печаль досада сам виноват надо было перезапускать миссию успевать ну либо перезапускать эту чертову миссию либо вот делать как я сказал в любом случае всем спасибо за просмотры огромнейшее спасибище вам всем за тысячу подписчиков это очень важно для нас для нашего канала это прям важная веха в истории так сказать и очень надеюсь что мы продолжим расти теми же темпами ну и увидимся в следующей серии надеюсь я ее запишу достаточно быстро и мне никто при этом мешать не будет все вроде а ну да и ссылки на дискорд конечно же на канал твича в описании под видео вы легко найдете запрыгивать туда тоже будем рады всех вас видеть всем пока пока на канал твича с это и в